Я хочу поприветствовать вас, коллег по историческому образованию в стенах Российского государственного гуманитарного университета. Аналогичного мероприятия в этих стенах никогда не было. Конечно, здесь проходит масса конференций, заседаний, политических дискуссионных клубов и так далее, но никогда в этом зале не присутствовали учителя истории практически подавляющей части регионов нашей страны. Хочу сказать, что в нашем работе принимает участие более 170 человек, представляющие, ну, подавляющую часть регионов нашей страны. Конечно, РГГУ, как университет, который оформировался на базе Московского государственного историка Архивного института, всегда очень трепетно относился к историческому образованию. Все 20 лет, пока существует РГГУ в новом качестве, практически всегда историки принимали активное участие в его формировании и развитии. И сейчас у нас достаточно много школ исторических и направлений изучения, преподавания истории, которые распространены на целом ряде структур. И поэтому мы рады, что вот сама идея проведения учредительной конференции ассоциации учителей истории человеческого знания проходит в наших стенах. Это большое событие для всей нашей страны. Когда возникла идея о создании такой ассоциации, и министерство разослало приглашение, уведомление, я, например, даже не представлял себе, что такой будет огромный отклик. Практически вот все, что вот вы все здесь, свидетельствует о том, что эта идея упала на подготовленную почву. История, сегодня мы будем немножко говорить об этом, занимает одно из главных направлений в жизни страны, общества и каждого отдельного человека. Если раньше считалось, что все население хорошо разбирается в медицине, немножко в экономике, в футболе, то уж теперь в истории все понимают, все знают, как это было. Два слова относительно конкретно нашей ассоциации. Примерно месяц назад по другому поводу я был премьер-министра нашего Владимира Владимировича Путина и подлыл ему запись о состоянии гуманитарного знания в стране, где в том числе была обозначена, так сказать, возможность создания подобной ассоциации. И надо сказать, что премьер-министр наш очень, руководитель правительства, очень активно это поддержал и выделил это как одно из центральных мест в программе активизации, усиления внимания к гуманитарному знанию в стране в целом. Это был как один из центральных пунктов создания такой ассоциации. Идея эта очень активно поддерживалась в министерстве, образовании науки и министерства и инициировала создание ассоциаций по другим направлениям. Сейчас создается ассоциация преподавателей, имеют в виду школьные учителя, ассоциация учителей математики и ассоциация учителей, преподающих русский язык и литературу. А мы, значит, здесь это история и общество ведения. Это первое. Второе, очень важна, мне кажется, такая обратная связь. У нас в стране идут огромные дискуссии по поводу исторического образования, стандартов, учебников. И я думаю, что одна из задач ассоциации будет стоять в том, чтобы огромная наша масса учительства, реально все те, которые заняты, собственно, просвещением народа молодого поколения, прежде всего, а через них, извините, и все семьи, и родители тоже, чтобы эта огромная масса учителей более активно участвовала и в решении вопросов организации исторического образования в стране. Начался очень важный период в истории российского образования, в частности, в истории российского общего образования. А вот с вашего мероприятия начинается создание ассоциаций учителей. Александр Аганович уже перечислил, какие ассоциации будут созданы в ближайшее время, плюс еще ассоциации учителей физики мы планируем создать. Но не случайно, что вот эта большая работа началась с учредительной конференции ассоциации учителей истории и общества знания. Это говорит, во-первых, о том, что ваш ресурс, ваш потенциал очень важен для развития системы образования. Это говорит о том, что историческому образованию уделяется очень большое внимание и придается большое значение. И мы очень надеемся, что не только то, о чем говорили Александр Аганович и Ефимович, то есть учебники истории стандарта по истории будет сферой применения ваших сил, но и другие очень важные вещи в государственной политике в сфере образования. Вы знаете, что сейчас началось обсуждение проекта нового закона об образовании. И очень важно знать и понимать, что учителя истории, школьные учителя истории приняли участие в обсуждении этого закона, что учителя истории высказали свои пожелания и предложения, и ассоциация учителей истории, мы надеемся, что будет одним из активных участников построения этого закона вместе с нами. Подчеркнуть, не побоюсь этого слова, исключительность того события, участниками которого мы являемся. Исключительность заключается в том, что вопрос о создании ассоциации школьных учителей истории происходит в уважаемом здании нашего ведущего вуза, который задает сегодня ТОН, определяет многие стратегические вопросы, речь идет о РГУ. Вот так часто и так долго декларируемый союз школьного учителя и науки, как вы понимаете, делается просто реальная попытка, реальный шаг протянуть друг другу руки. Ровно этим и будем мы заниматься. Нам нужно выстроить вот этот союз не на словах, а на деле. И мне представляется, в системе повышения квалификации реально вот этот союз выстроить, при этом чутко прислушиваясь к позиции друг друга, чутко понимая, прежде всего, запросы учителей истории в той помощи, и которые может оказать историческая наука в вуз, нам, школьным учителям истории. Это очень не хватает сегодня всем нам, я думаю, вы согласитесь. Мне представляется, что ассоциация это не бумажное дело, что если мы с вами выстроим работу ровно так, как предполагается, и будем иметь региональные отделения ассоциаций, муниципальные объединения ассоциаций, это не альтернатива так уже поднадоевшим нам методическим объединением, и которые, ну, чего греха таить, суперконсервативны. Но мне представляется, что появляется вот реальная возможность через сеть вот этих вертикально выстроенных связей и горизонтально выстроенных связей постараться услышать каждого учителя, и не только услышать, но и помочь ему в его профессиональном восстановлении. Мы, система повышения квалификации педагогических работников очень рассчитывает на союз с ассоциацией. Вот тот альянс, который рождается, наука, школа, система повышения квалификации, я думаю, даст нам ощутимые результаты и очень серьезную прибавку. За работу, дорогие друзья!